Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня среда, 27 мая, рассматриваем мы валютную пару доллар-канадец и нефть марки Brent, поскольку эти два инструмента напрямую взаимосвязаны друг с другом. В прошлом обзоре мы ожидали рост цены на нефть и соответственно укрепление канадца против доллара США, что впоследствии и произошло. Все поставленные цели были отработаны, предположительно нефть сейчас находится на своих пиковых значениях и в скором времени, вероятно, будет развиваться нисходящая коррекция. Итак, нисходящий тренд в паре с канадским долларом все же состоялся, как и ожидалось по плану в соответствии с прошлым обзором. К настоящему моменту были достигнуты все обозначенные целевые уровни. Цена практически одним импульсом достигла первого уровня на 1.3862 и без остановки прошла до второй цели на 1.3793. При этом ожидаемая коррекция к сопротивлению на 1.4003 также состоялась, хотя и несколько позже ожидаемого, что видно на графике при сопоставлении прогноза динамики и фактического движения. Попытка пройти этот уровень оказалась неудачной, что и отправила цену к локальным минимумам. Полагаю, на данный момент пара подходит к своим пределам и потенциал для продолжения тренда уже не так велик, поэтому вероятно в скором времени может начаться коррекционный рост. Теперь, соответственно, новый прогноз по данной паре. Котировки еще имеют потенциал для снижения в область текущей поддержки на 1.3664, поскольку сейчас консолидируется под уровнем 1.3793, отбой от которого сформирует нисходящую волну. Если поддержка сработает, то остановка цены на этом уровне даст старт для начала коррекционного восходящего импульса, ближайшие цели которого расположены на уровне 1.3862-1.3947. Отмена сценария с продолжением нисходящего тренда состоится при пробое данной поддержки и продолжении снижения в область ниже разворотного уровня на 1.3563. Ну и вот следующая нефть марки Brent отработала обозначенную цель по сценарию прошлого обзора. Цена достигла целевой уровень 1.3552 с той разницей, что ожидаемой коррекции у нас не произошло. После некоторой консолидации котировки с того же места просто продолжили расти. На текущий момент графически становится очевидно, что на уровне 1.3552 вероятно находится довольно серьезное сопротивление, поскольку цена уже дважды безуспешно тестировала этот уровень, но пройти его так и не смогла. Это наталкивает на мысль, что скорее всего восходящий импульс в нефти в данное время подходит к концу и впереди ожидается нисходящая коррекция. Покупатели еще могут попытаться пройти этот уровень сопротивления и если она снова окажется неудачной, то мы станем свидетелями коррекционного снижения. Ну а теперь собственно к новому прогнозу. В силу вышесказанного текущее сопротивление ожидается на уровне 1.3552. Для реализации основного сценария необходим ретест этого уровня, последующее закрепление ниже которого даст старт для снижения в рамках коррекции в область ближайших уровней поддержки с первой целью на 31.85 с потенциальным проходом вплоть до 29.61. Отмена сценария состоится в случае пробоя сопротивления и проход цены выше разворотного уровня на 36.97. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата, поэтому соблюдайте риски. Всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.